МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главик второй раз рукавом, полетела вторая тройка птиц. Начал снег таять, цветочки распускаться начали. Ландыши. Цельпаны. Подснежники. Розы. Замазки. Незабудки. Махнул старик-кадарик, третий раз вылетела третья тройка. Стало жарко, знойно. Мужики пошли жать рожу. Дети стали гулять, животе греть на солнышке. А их родители с яблони собирали яблоки. Остальные начали собирать ягоды, купаться, разъезжаться по дачам, кататься на скейтах, колоть и отдыхать. Старик-кадарик четвертый раз махнул рукавом, и еще тройка вылетела. Туман везде, небо серое, а птицы-то были серыми, как и небо серое. Листья начали опадать, чаще начали дожди, хмурое все. А каждая птица непростая, каждая птица со своим особым именем. У каждой птицы по четыре крыла, и в каждой крыле по семь пев. На одной стороне пера черная, а на другой белая. Махнет птица раз крылом, станет светло-светло. Махнет птица два, станет темно-темно. Это сказка о старике-годовике, сказка-загадка. Кто такой старик-годовик? Кто у него птицы? И почему у них по семь перьев? Я вам подскажу, старик-годовик это целый год. У него есть борода. Еще он спрощен. Я представляю, что у него шапка, как у монаха. И одежда, как у стариков. Старик-годовик ходит в шубе. И у него были вот такие рукава. Птицы же огромные. А птица, которая в Альтарии у него из рукавов, это времена года. Зимушка, весна, лето, осень. Когда лето, можно купаться в речках и загорать. А осень я люблю, потому что у меня там день рождения при самом конце. И потому что можно собирать красивый букет из листочков. А весной лучейки красиво спускаются цветы. Зимой можно играть в снежки, Новый год. Все друг друга поставляют. Подарки, Дед Мороз, всякие праздники. Старик-годам всех, кто смотрит канал ЭВЛТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин